Итак, друзья, привет! Сегодня расскажу вам о том, как сознание и подсознание влияют на нашу жизнь и почему именно подсознательные программы часто становятся причиной наших страхов, боли и страданий. Как гипнотерапевт я ежедневно наблюдаю, как скрытые установки управляют жизнью людей, создавая круг проблем, из которого, кажется, нет выхода. И вот давайте сегодня как раз разберем, как это работает, и самое главное, как изменить это, чтобы вы, наконец, смогли стать свободными и счастливыми. Вот представьте себе айсберг. Верхушка, которую мы видим над водой, это наше сознание. Это то, чем мы осознаем себя и свои решения. Но основная часть айсберга скрыта под водой. Это и есть наше подсознание, где хранятся глубинные установки, страхи и весь наш опыт. Сознание — это логика, анализ и разум. Например, мне нужно больше работать, чтобы заработать денег. Если я не справлюсь, меня уволят и я все потеряю. Это линейное мышление, которое помогает нам решать задачи. Но сознание ограничено. Оно видит лишь то, что на поверхности. Например, когда вы испытываете страх перед важным решением, сознание подсказывает вам логичные ответы. Я боюсь, потому что это слишком рискованно. Но это всего лишь следствие. Истинная причина скрыта в подсознании. Подсознание управляет нашей жизнью. Это автоматические программы, сформированные с самого детства. Вот давайте сейчас поговорим о том, как это проявляется. Вы боитесь провала? Возможно, когда-то вы услышали от родителей «ты ничего не добьешься» или «ты недостаточно хорош». Эта установка осталась в вашем подсознании и заставляет вас бояться начинать что-то новое. Вы не можете доверять людям? Возможно, вас предал близкий человек в прошлом. Теперь подсознание защищает вас от боли, не позволяя открываться людям. Вы постоянно чувствуете, что недостоин любви? Может быть, кто-то когда-то вам сказал «ты никому не нужен». Эта фраза стала частью вашей внутренней программы. Вот конкретный пример. Одна из моих клиенток боялась выступать на публике. Каждый раз, когда ее просили что-то сказать, у нее буквально темнело в глазах. Голос пропадал, а в голове была только одна мысль – «я не справлюсь». В процессе работы выяснилось, что в детском садике воспитатель унизил ее перед всеми. И ее подсознание записало эту ситуацию как опасную. И теперь каждый раз, когда она выходит перед людьми, включается защита. Лучше молчать, иначе будет больно. Подсознание устроено так, чтобы защищать нас. Но проблема вся в том, что оно защищает нас даже от того, что может пойти нам на пользу. Вы хотите новую работу, но боитесь что-то менять? Почему? Подсознание говорит «тебя могут уволить, как в прошлый раз». Вы хотите отношений, но избегаете близости? Подсознание вспоминает прошлую боль и закрывает вас от риска быть вновь раненым. Или вы хотите заработать больше, но боитесь неудачи? Подсознание шепчет «не высовывайся, лучше оставь все как есть». Приведу еще один пример. Представьте, что вы хотите начать новый проект. У вас все для этого есть. Опыт и знания. Но почему-то все время вы откладываете. Вы говорите себе «я просто ленюсь». Но на самом деле это не лень, а подсознательная установка, которая блокирует вас. Возможно, в детстве вы слышали «нужно сразу все делать правильно, иначе даже не начинай, не позорься». То есть за вашей ленью спрятан страх опозориться. Понимаете? Или другой пример. Вы хотите похудеть, но каждый вечер идете к холодильнику. Это не потому, что слабые силы воли. Это подсознание использует еду как способ заглушить боль и тревогу, которую вы не осознаете. Подсознание хранит в себе все. И травмы, и радость. Именно оно определяет, как вы реагируете на мир, что вы чувствуете и чего вы боитесь. Почему подсознание сильнее сознания? Когда вы играете на пианино, вы не думаете о каждой ноте. Ваши пальцы двигаются автоматически, потому что эти навыки хранятся в подсознании. То же самое происходит и в нашей жизни. 90% наших решений принимаются автоматически и неосознанно. Подсознание, как мощный компьютер, записывает абсолютно все. Ваши страхи, ваши ограничения, ваши убеждения о себе и мире. Но хорошие новости в том, что мы можем это изменить. Как изменить подсознательные программы? Подсознание работает с образами, эмоциями и ощущениями. Именно поэтому техники гипноза и регрессии так эффективны. Они позволяют обойти логику и добраться до корня проблемы. Вот наглядный пример из моей практики. Мужчина пришел ко мне с финансовой проблемой. Он не мог накопить деньги и постоянно терял работу. В ходе работы мы обнаружили, что в детстве он часто слышал от родителей. Деньги это зло. Все богатые люди плохие. Эти установки глубоко засели в его подсознание, создавая внутренний конфликт. Он хотел хорошо зарабатывать, мечтал о лучшей жизни, но постоянно все сливал и оставался ни с чем. И вот уже после проработки он смог изменить свое отношение к деньгам и успешно построить свою карьеру. Как начать новую жизнь? Именно подсознание это главный режиссер вашей жизни. Оно управляет всем. Вашими решениями, эмоциями и действиями. Но вы можете взять управление в свои руки. Если вы хотите избавиться от страха провала или от одиночества, найти гармонию и уверенность в себе, перестать жить под влиянием прошлого, в конце концов подружить свое сознание с подсознанием, ведь только оно знает ответы на все вопросы. Я помогу вам раскрыть эту силу. Записывайтесь на мою бесплатную консультацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok